Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня наш разговор об исповеди. В своей книге «Полюбить церковь» этой теме вы посвящаете главу «Тайна благочестия», и вы подчеркиваете, что исповедь – это таинство. В чем заключается это таинство? – Исповедь – это таинство, в котором человеку, который исповедуется, называет свои грехи перед священником, Господь невидимым образом, таинственным образом прощает его грехи. Вообще, мы называем таинствами все такие церковные священодействия, в которых происходит взаимодействие Бога и человека. Почему таинство? Потому что мы верим и знаем, что происходит нечто. Допустим, вот таинство крещения. Обычный человек вводится в церковь, становится членом церкви. Таинство миропомазания. Посредством миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святаго Духа. Таинство Евхаристии – хлеб и вино таинственным, непостижимым, необъяснимым для нас образом становятся телом и кровью Христовыми. Таинство исповеди, когда человек рассказывает о своих грехах священнику, но не просто рассказывает, а кается в своих грехах, сокрушается в них. И Господь, сам Господь, не священник. Священник так и говорит, я только свидетель твоего раскаяния. Господь отпускает человеку его грехи. Мы верим, опыт церкви, двухтысячелетний опыт церкви говорит о том, что происходит во время таинства. Но мы не можем объяснить это так, как мы можем объяснить химические или физические процессы. Вот происходит одно, второе, третье. И поэтому мы называем это таинством. В исповеди человеку прощаются его грехи. Те грехи, в которых он раскаялся и которые он старается не повторять потом. – Почему простого раскаяния в молитве недостаточно? Надо исповедоваться священнику. – Это установление церкви. Об этом сказано в Священном Писании. О том, что вы исповедуете друг другу согрешение ваше. И, собственно говоря, вот на этом основано установление таинства исповеди. В древней церкви было так, что человек исповедовался в всей церкви, в слух, всей общины, в своих грехах, которые он совершил. И Господь прощал ему эти грехи. Потом со временем таинство исповеди приобрело ту форму, которую имеют сейчас и на Западе, и на Востоке, когда исповедь совершается перед священником. Но присутствие другого человека, оно обязательно. И обязательно наличие раскаяния. Потому что просто поделиться своими грехами с другим человеком сегодня могут очень многие. Даже не просто поделиться, а хвастаться этим. Даже что прибавить себе грехов. Но именно раскаяние, именно сокрушение в своих грехах и твердое намерение не возвращаться к ним, не повторять их – это основное условие действенности исповеди. Как надо готовиться к исповеди? – Просто проверять свою совесть, вспомнить все то, что отягощает ее, вспомнить все свои согрешения. Очень такая практика, удобная, последние десятилетия возникла. Обязательно написать на каком-то листе бумаги, чтобы не забыть. И на исповеди, пользуясь этой бумажкой, рассказать священнику о своих грехах. – Спасибо, Владыка. До свидания. Многие верующие пришли в Спасо-Вознесенский кафедральный собор, чтобы помолиться об упокоении души митрополита Прокла, архипастыря, который все свои силы употребил на устроение духовной жизни в Симбирской епархии. С момента его блаженной кончины прошло уже 10 лет, но память о добром пастыре бережно хранится по сей день. 23 марта, в субботу Первой Седмицы Великого Поста, День памяти великомученика Феодора Тирана и 40 мучеников Севастийских, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский Индинский Филарет, епископ Меликетский Чердоклинский Деодор совершили заупокойную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. В миру Николай Васильевич Хазов родился 10 октября 1943 года в городе Ленинграде в семье служащего. Он пришел к вере благодаря бабушке, которая была духовной дочерью Серафима Вырицкого. По окончании Ленинградского техникума легкой промышленности служил в советской армии. 5 января 1973 года был пострижен в монашество митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым с наречением имени в честь святителя Прокла архиепископа Константинопольского. Епископ, впоследствии митрополит Прокл, был назначен на Ульяновскую и Великетскую кафедру в 1989 году. Перед ним стояла непростая задача возрождения церковной жизни в Ульяновске и других городах и весях Ульяновской области. Владыка действительно начинал уже имена непростые. С одной стороны уже прошла перестройка, свобода для церкви, но еще подводных течений было много. И здесь неоднозначного приезда архиереев. Он первое время жил в гостинице, не выделялся даже места. Но тем не менее, когда все трудности, вокруг него сплотился именно такой коллектив дружный, тех, которых он вдруг положил во всей степени священства. Меня, например, он полагал еще, будучи епископом Тихвинского в городе Санкт-Петербурге. В крае, некогда считавшемся оплотом атеизма, в годы служения митрополита Прокла, церкви были возвращены многие святыни. Среди них чудотворные боголюбская и жадовская иконы Пресвятой Богородицы. Многократно увеличилось количество приходов в городе и области. К лику святых были причислены Святой Блаженный Андрей Симбирский, преподобный исповедник Гавриил Меликевский, а также другие новомученики и исповедники земли Симбирской. При владыке Прокле был построен кафедральный Спасово-Изнесенский собор. Мне очень хочется пожелать всем тем, которые сегодня еще не имеют понятия о дороге к храму. Храм, церковь Божия – это та купель, та врачебница, которая исцеляет наши человеческие недуги, которая помогает человеку сегодня быть лучше, чем он был вчера. И вот мне этого очень хочется пожелать всем людям, всем вам, мои дорогие братья и сестры. На заупокойной Екатенье взглашались прошения об упокоении приз напоминаемого митрополита Прокла и всех невинно убиенных в Красногорске в результате случившегося накануне теракта в концертном зале Крокус-Сити-Холл. По окончании литургии была совершена панихида. И освящение членов Крита Прокла, всех в ограде Москве невинно убиенных, все взгляды нам упоминаемых, в селениях праведных ученик, в недрех обраду упокоит, справит на нас обречте, нас же помилует и спасет, як облаки и человека любит. Митрополит Лонгин поделился своими воспоминаниями о владыке Прокле и рассказал о его вкладе в жизнь симбирской митрополии. Его нет уже 10 лет. За это время в епархии что-то произошло доброе, развитие церковной жизни. Но я думаю, что тот, кто стоял у истоков возрождения церковной жизни на симбирской земле, будет всегда с благодарностью вспоминаться верующим народам этого края. Ну и, конечно же, наш долг прежде всего – это долг молитвы. Молитвы о человеке, который нам близок и который нам дорог. Владыка Лонгин призвал также к молитве о погибших от рук террористов в результате страшной трагедии, произошедшей в Красногорске, и напомнил христианам о необходимости внимательного отношения к своей жизни и к своей душе. На месте упокоения митрополита Прокла в крипте, под алтарем кафедрального спаса Вознесенского собора, архиеремия симбирской митрополии соборно была совершена за упокойное литья по митрополиту Проклу. По окончании литьи епископ Меликецкий Чердоклинский Деодор отметил, что молитва – это самое лучшее, что можно сделать в память о почившем пастыре. Дорогие отцы, братья и сестры, милостью Божьей мы сегодня собрались, чтобы сотворить память первого митрополита земли Симбирской, преосвященного митрополита Прокла. Конечно же, на Симбирской земле и до владыки Прокла были архиереи митрополиты, но мы его именуем первым, потому что при нем была учреждена на нашей Симбирской земле самостоятельная отдельная митрополия. За усопших нужно молиться, просить Господа Бога, чтобы суд его был милостив, чтобы дела, которые человек делал, вот сегодня мы вспоминаем владыку Прокла, чтобы все, что он делал в свое время, согласно своим силам, возможностям, разумению, чтобы Бог принял эти добрые дела, и чтобы Бог благословил его, простил его и даровал ему блаженные упокоения, а в будущем и жизнь вечную. Правящие архиереи Симбирской митрополии поделились своими воспоминаниями о преснопамятном митрополите Прокле. У меня воспоминания, такое же, как, наверное, большинство знавших его людей. Это был очень добрый человек, очень добрый, очень, знаете, вот такие люди уютные и в общении людей, с которыми всегда приятно находиться. Мы общались с ним больше в разных поездках. Впервые я с ним встретился в Пензе на Дне памяти свидетеля Иннокентия Пензенского. Он всегда пока был жив, туда в этот день приезжал, и я приезжал туда же. Мы часто виделись в Дивеево на празднике преподобного Серафима Саровского. Я по его приглашению несколько раз был здесь, в Ульяновске, вот, был у него в гостях. Пару раз проездом заезжал к нему. Действительно был человек необыкновенно добрый, очень такой открытый, и его любили люди, и он любил людей. Могу сказать прежде всего, что владыка Прокл отличался большим человеколюбием по отношению ко всем людям. Он людей не делил на богатых и бедных, на умных и простых, и так далее. Любой человек, который приходил к нему в епархиальное управление или в архиерейский дом, вот, просто к слову, если владыка в этот момент трапезничал, то он всегда людей приглашал к своей трапезе, всегда разговаривал со всеми по-отечески. И, что удивительно, владыка Прокл всегда мог дать очень такой дельный, практический или духовный совет. И те, кто исполняли его советы, они потом отмечали, что вот то, что говорит владыка, что оно, как бы, всегда действенно. И затем уже стремились снова и снова попасть к нему. Он мне определил тогда строить, устанавливать джадский монастырь, на котором был у нас полный разгром. Вот. Но я всегда опирался на владыку. В строительстве приезжаешь, если, так скажем, и материально, и какие-то советы, в том числе и хозяйственные советы давал. В общем, могу только подтвердить, что действительно от доброты души, от полноты сердца у него всегда говорили уста. И вот его молитвами, его предстательством, доступничеством, слава Богу, джадский монастырь отстроенный, дальше остальная епархия у нас существует. Скончался высокопреосвященнейший митрополит Прокл 23 марта 2014 года после 25 лет преданного служения Богу и Святой Церкви на Симбирской земле. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова